Сегодня мы с вами будем говорить о сказках. Вы скажете, что о сказках мы говорим уже довольно долго, и будете правы. Но дело в том, что мы всё это время говорили о сказках народных, а сегодня пришёл черёд сказки литературной. Когда мы с вами говорили о жанрах, то мы говорили, что признаки жанра характерны и для сказки народной, и для сказки литературной. Но каждая из этих сказок имеет свои особенности. Вот с этими особенностями литературной сказки мы с вами сегодня и познакомимся. Прежде всего, у литературной сказки, в отличие от сказки народной, есть автор. У сказок, о которых мы сегодня будем говорить, тоже есть автор. Александр Сергеевич Пушкин. Какие сказки Пушкина вы знаете? Сказку о рыбаке и рыбке вы изучали в начальной школе. Вы помните её сюжет? Спасённая рыбка в благодарность готова сделать для старика и старухи практически всё. Но старуха не знает меры ни в чём. И оказывается, что даже благодарность есть предел. Именно тогда, когда старуха хочет получить невозможное, этот предел и наступает. Хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках. Старик не может противостоять старухе. И идёт на поклон к рыбке с этой просьбой. Хочу быть владычицей морской, чтобы жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была бы у меня на посылках. Старик не может противостоять старухе. И идёт на поклон к рыбке с этой просьбой. Но рыбка ни у кого на посылках не будет. И вернувшись, старик видит такую картину. Не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха. Перед ней разбитая корыта. Какой горький и закономерный финал. Но вспомните, хоть в одной народной сказке встречались ли вы с таким финалом? Нет. Герои народной сказки обычно бывают вознаграждены, а не наказаны. Таким образом, в литературной сказке, в отличие от сказки народного, может не быть счастливого конца. Это является её особенностью. Вы помните, что в народной сказке герой обязательно поступает по правилу. Он не может изменить заданный ход событий. И если он должен нарушить запрет, он обязательно этот запрет нарушит. Но при этом, можем ли мы сказать, что у каждого героя народной сказки есть свой индивидуальный характер. Мы знаем, что Иванушка-дурачок в народной сказке вовсе не так глуп, как можно было бы судить по его прозвищу. Но какой характер у Иванушки-дурачка? Этого мы не знаем. А в литературной сказке каждый герой имеет свой индивидуальный, персональный характер. Он может быть не только добрым или злым. Он может быть сварливым, своенравным, вредным или наоборот, честным, благородным, тихим и скромным. Вспомните сказку про Емелю. Там тоже фигурирует рыба, щука, которая в благодарность исполняет желание Емели. Но можем ли мы сказать, какой характер у этой щуки? Никакой. Это просто волшебный инструмент, благодаря которому Емеля может получить желаемое. А вот можем ли мы таким инструментом назвать золотую рыбку в сказке Пушкина? Да ни в коем случае. Золотая рыбка – это главное действующее лицо со своим характером. И это очень важно. Это еще одна особенность литературной сказки. Индивидуальный характер героя, который поступает не по правилам, а согласно со своими принципами. И царевна-лебедь в сказке о царе Салтане – это не просто награда, которая вручается герою за подвиги. Кстати, о сказке о царе Салтане. А как она правильно называется? Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном могучем богатыре князя Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеде. А знаете ли вы народную сказку, на которой основывался Пушкин? Наверное, нет. Вот послушайте ее. Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним пуском сукна оденет, а третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшей. И с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачеха его, завидуя своей невестке, не решилась ее погубить. После девяти месяцев царица благополучно родила 33 мальчика. А 34-й уродился чудом. Ножки по колено серебряные, ручки по локотке золотые. Во лбу звезда, а на затылке месяц. Послали известить о том царя. Мачеха задержала гонца по дороге. Напоила его пьяным вином, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, а неведомой зверюшкой. Царь весьма опечалился, но с тем же гонцом повелел дождаться приезда его. Мачеха опять подменила приказ. И написала повелением, чтобы заготовить две бочки. Одна для 33-х царевичей, а вторая для царицы с чудесным младенцем. И бросить их в море. Так и было сделано. Долго плавали царица с царевичем в засмоленной бочке. Наконец, море выкинуло их на землю. Сын заметил это. «Матушка моя, благослови меня на то, что просыпались обручи, и вышли бы мы на свет. Господь благослови тебя, дитятка». Обручи лопнули, они вышли на остров. Сын избрал место, и с благословения матери вдруг выстроил город и стал вон им жить да править. Едет мимо корабль. Царевич остановил корабельщиков, осмотрел их пропуск и, узнав, что они едут к султану Султановичу, турецкому государю, обратился в муху и полетел вслед за ними. Мачеха хочет его поймать и никак не дается. Гостики-орабельщики рассказывают царю о новом государстве и о чудесном отроке. Ноги серебряные. «Ах, — говорит царь, поеду посмотреть на это чудо». «Что за чудо? — говорит мачеха. Вот это чудо! У моря-лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, а по тем цепям ходит кот. Вверх идет, сказки сказывает, вниз идет, песни поет». Царевич полетел домой и с благословения матери перенес во дворец чудный дуб. Новый корабль. Тоже опять, тоже разговор у султана. Царь опять хочет ехать. «Что за чудо? — говорит опять мачеха. Вот это чудо! За морем стоит гора, и на горе два Борова. Боровы грызутся, а между ними сыплется серебро и золото. Третий корабль. И так же. Что за чудо? А вот чудо! Из моря выходит 30 отроков, точь в точь равны и вростам, и голосам. И выходят они из моря только на один час. Тужит царица об остальных детях. Царевич с ее благословения берется их отыскать. «Нацеди ты матушку своего молока, да замеси 30 лепешечек». Он идет к морю. Море всколыхалось, и вышло 30 юношей. И с ними один старик. И царевич спрятался и оставил одну лепешечку. Один из них и съел ее. «Ах, братцы!» Говорит он. «До сих пор мы не знали материнского молока, а теперь узнали». Старик погнал их в море. На другой день вышли они опять, и все съели по лепешке, и познали брата своего. На третий день вышли без старика, и царевич привел всех к матери. Четвертый корабль. То же самое. Мачеке уже более делать нечего. Царь-султан едет на остров, узнает свою жену и детей и возвращается с ними домой. А мачеха умирает. Вот такая запись была обнаружена в бумагах Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, это не подробная сказка. Это детали, которые записал Пушкин в Михайловском для памяти. Похожа народная сказка на сказку Пушкина? И да, и нет. И вот в этом надо сказать еще одна особенность литературной сказки. Они бывают с совершенно самостоятельным сюжетом, выданным автором от начала и до конца. Но даже если сказка литературная основывается на сюжете народной сказки, то автор перерабатывает ее по своему усмотрению. Ведь в сказке народной нет и помине царевны-лебеди, а все чудеса творит сам. Утрок, да еще и чудесный у него по колено. Ноги в серебре, полокотки руки в золоте. И оказывается, у него есть еще и 30 братьев, и все каверзы подстраивает ему мачеха. И отец у него турецкий султан, Султан Султанович. А автор, создавая свое литературное произведение, воспользовался только теми эпизодами, которые посчитал нужны. Ведь если в народной сказке основная задача увлечь слушателя, развлечь его, то в сказке литературной автор обязательно воплощает какую-то свою цель. Она обязательно чему-то учит, может быть, от чего-то предостерегает. Иногда об этом говорится впрямую, как, например, в сказке о Попе его работнике Балде. Не гонялся бы ты поп за дешевизну. А иногда читатель понимает сам, что хотел сказать ему автор. И, кстати, я не зря сказала читатель. Литературные сказки, в отличие от сказок народных, именно читаются. Здесь важно каждое слово, которое выбирает автор. И автор литературной сказки, если судить по черновикам, очень долго и очень тщательно подбирает слова, многократно исправляя. И иногда черновики похожи на зачеркнутые листочки, потому что автор ищет это самое нужное, самое точное слово. И еще литературные сказки бывают не только прозаическими, но и поэтическими, и даже сказками-пьесами. Если Александр Сергеевич Пушкин черпал вдохновение для своих сказок в сказках народных, и эти народные сказки были даже найдены в его записях, то спрашивается, а откуда же он брал эти народные сюжеты? Конечно, в детстве его няня Арина Родионовна, которая была великой сказочницей, и все сказки были ей знакомы, рассказывала эти сказки. Но можем ли мы сказать, что интерес Пушкина к фольклору основывается только на воспоминаниях детства? Пожалуй, нет. этот интерес был глубже и серьезнее. И в 1820 году Пушкин издает свою первую сказочную поэму. Она называется Руслана Людмила. И вступление к этой поэме вам хорошо известно. В Михайловском имении родителей поэт начинает собирать и записывать народные сказки и песни. 24-летний поэт оказывается в Михайловском не по своей воле. Он отправлен в бессрочную ссылку. А бессрочная это значит, что он не знает, когда ему позволят покинуть деревню и позволят ли вовсе. Это случилось в 1824 году. Его няня Арина Родионовна старается скрасить грустные дни и месяцы жизни в деревне. И она рассказывает сказки. Вот как Пушкин говорит об этом времени. «Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки до песен. Стихи не лезут». Это он пишет своему другу. «Изучение старинных песен и сказок необходимым для совершенного знания ствойств русского языка». Он так считал и поэтому записывал старинные северо-русские предания. Так были записаны фрагменты сказок, которые стали первоосновой для литературных сказок Пушкина. С одной из таких сказок «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» мы встретимся с вами уже на следующем уроке. А сегодняшний наш урок закончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok